Окей. Меня зовут Илья Сигалович, я работаю в Яндексе с тех лет еще, когда он мне развивался Яндекс. Я один из тех, кто придумал это слово. Не, надо рассказывать, конечно, с тостом. Я помню, что... Как-то это слишком... Получается, как-то оно слишком... Глубоко для этого. Ты вспоминаешь, рассказываешь, все картины совершенно другая. Потом тебе пересказывают обратно, ты понимаешь, что абсолютно другой образ. Все, что было, комната была не слева, а справа. Как так и сяк, все время какая-то скованность, какая-то зажатость. В глазах что-то не то. Саниславский ходил, 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 ходил. А Таник говорит, подходит качалу, смотрит ему в глаза и говорит, разжмите пальцы в вашу руку. С этого качалу зажег. В Илюше считались такие качества, которые постоянно позволяли ему становиться человеком года. Если делать какой-то выбор, кто должен стать человеком года и по каким именно человеческим качествам отсеивать кандидатов, то я понимаю, что я вряд ли когда-нибудь им вообще смогу стать. А Илюша умудрялся поддерживать звание человека года из года в год. Сочетание классического умного и порядочного человека. Что еще надо? Все. Мне кажется, Сигавович не был, предположим, великим программистом или великим менеджером. Нельзя так говорить. Он был человеком, на которого все равнялись. И это, как оказалось, гораздо важнее. Какое-то вот такое теплое чувство родное. И вот оно при встрече всегда раскланяется, улыбнется, никогда просто не пройдет и не кивнет. Если говорить про меня лично, то я учился в сильной школе, потом я не попал в сильный институт, потому что меня туда не взяли. Поступил в не самый сильный институт и всю жизнь страдал из-за отсутствия такого хорошего математического образования. Страдания мои состояли в основном в том, что я считаю себя необразованным. Это очень помогает жизни, потому что всегда есть куда стремиться. Ты всегда понимаешь, что есть люди, которые знают больше тебя. И это стимулирует изучать все новое и новое. Папа у него большой энциклопедист. Валентина лично знает все. Он читал все, знает все наизусть. Может тестировать с любого места. Или уж так, в школе тоже. Он потом мне говорил, что он специально выучил в черепе это. Но на самом деле он все читал. Я мало читал, он читал очень много. Он считал, что вообще все знает. Просто как папа. А с другой стороны Ирина Николаевна мама была такой заводной организатор. Всей детской жизни в экспедиции, там еще чего. И она была такая очень русская интеллигенция классическая. Вот вторая там Илюшина линия видимо оттуда. А здесь мисс со всякими клоунами. В общем все это. Что это спроси еще? Он невероятно правильно жил. Вот вся эта история с детским домом, со всем. Он очень отдавал себя. Но держал себя так, что совершенно это не тяготило окружающих. Следующее, что я о нем помню, это как мы вместе работали лопатой. Вот я уже не помню, что мы тогда делали. Но это было в каком-то из детских домов-интернатов, куда он Яндекс вывозил на автобусах. Все это организовывал. И тоже меня так как-то... Во-первых, меня немножко удивило, что он тоже сам лопатой работает. Причем явно привычно. А потом, собственно, он начал рассказывать, как это все началось. Как он начал ездить по интернатам. Как это все было давным-давно. Спокойно рассказывал. Немножко грустно, но все равно с какой-то надеждой общей на лучшее. И это вот такое впечатление, которое у него всегда оставалось. Что он как-то знает какую-то... То есть, что он, как бы это сказать, веселый, но не без ущерба для серьезности. Да, он там смотрит с надеждой, но не... То есть, с оптимизмом, но не глупым. Не потому, что он чего-то не видит и не хочет видеть, а потому, что все равно считает, что будет лучше. Мы в компании, я уж не помню, то ли мы покушать ехали, то ли просто катались туда-сюда. Тогда как-то народ легкий на подъем был. Не так, как сейчас, да? У меня встреча тогда-то, тогда-то. Тогда не так было. А поехали, поехали. Ну, сели, поехали. И можно было ездить по Москве тогда. И мы заехали, проезжали мимо, заехали к Андрюшке Дмитриеву, вот этот самый Марекс. А у него, бах, подъехал первый в его жизни морской контейнер с мониторами. Их там, мониторов невозможное количество, 15-дюймовых. И это не плоские такие, а нормальные стеклянные мониторы, здоровая такая дура каждая. Грузчиков тогда тоже не было как-то. Это было целое дело, чтобы грузчиков нанять где-то. И поэтому мониторы начали разгружать мы. Ну, раз приехали, да, давай. Вот, и Илюша тоже присоединился. Ну, как, невозможно было, типа, а я другим занимаюсь. Ну, нет, ну. И вот этот контейнер огромный мы раскидываем, тащим на склад. Вот, и кто-то там на пузе, кто-то попова волочит. А Илюша, он интересно нёс их, он их нёс на вытянутых руках, чтобы... Потому что коробка была грязная, а Илюша, он такой... Очень аккуратный всю жизнь был. И тогда мне это очень забавно казалось. Все над ним подшучивались. А сейчас, если для себя примерить... Я бы, наверное, так же монитор попёрся на вытянутых руках, чтобы... Жене не пришлось меня обстирывать лишний раз. В какой-то момент сказал это... Пару лет было правда. Он говорит, я тебе моложе, у меня... Я молодой отец, у меня ребёнок младше, а ты... А ты уже вот, а ты уже нет. И... Вот, ну, в этом смысле, и в этом смысле, и в этом смысле. Во всех смыслах он был очень молодой, моложе многих... Многих... Очень многих из своих сверстников и тех, кто его младше. И вот, как бы, главная история важная. Такая вот всегда открытость к новому. И такое вот даже жадность, не знаю, такой голод к тому, чтобы понять, что там происходит, чем они живут. Это, ну, редкая, мягко говоря, и вот очень важная для Илюши черта, как мне кажется. Я бы про работу рассказывал, потому что всё-таки это чистая нота, пение, пух. Прямо... Здесь бывает какие-нибудь... Разговоры, разговоры, разговоры... Пим... Дым... И всё понятно. Рядом ходят такие, значит, монстры, которые абсолютно уверенно знают, что делать. А, соответственно, он в этих вопросах не может, как бы, им навязать свою точку зрения. Я помню, вот, в коридорах были такие споры, там, Илья говорил, ПЖ, ну, ты пойми, вот, все, вот, если два байта местами переставить в индексе, вот, как делают все на свете, это же всё просто решёт. Ну, вот. И, значит, допустим, ПЖ просто два часа с ним житочайшим образом спорил, говорил, что нет, мы не будем это делать. Вот очень важный момент, мне кажется, у меня, по крайней мере, он присутствовал, и я очень хочу, чтобы он присутствовал в Яндексе везде, где только можно. Это идея, что нужно брать человека, который умнее тебя, который тебя может чему-то научить. То есть ни в коем случае не бояться людей, которые сильнее вас. Это, на самом деле, очень прекрасно, если такие люди приходят сильнее, умнее, образованнее. То есть он всегда понимал, что всё-таки есть правда, и она, от того, что все порали друг на друга, от этого, это не означает, что мы нашли правду. Это было очень, то есть я всегда знал, что то, что мы спорим, вот так, эмоционально, и вообще, это не означает, что Илюша считает, что он уже переубедил. Он всегда был очень, он трезво относился к финальному решению. А Илья, Илья, он во всё вникал. Он и в это, и в это. Поэтому, когда какие-то вопросы в порядок сервера там возникали, он там провёл с нами уже несколько лет спустя, провёл с нами три часа, чтобы только придумать, как правильно называть название функций, которые пользователь конечный может настроить. Он очень волновался за все вещи в поиске, он очень был компетентен. Он всегда разбирался, то есть меня в этом смысле, он всегда, так сказать, приятно удивлял, что он постоянно, он сам не делал эти проекты, но он был в курсе методов, математики и так далее. Развитие каких-то инициатив вокруг Ильи, это всегда было некоторое стечение обстоятельств. Это результат того, что кто-то получил какое-то письмо с тем или иным изложением идеи, кто-то встретил кого-то в коридоре, зацепился один за другого, второй за третьего, и дальше раскрутилась какая-то новая история. И Илья здесь вдохновлял. И эта функция вдохновления, функция заинтересовать коллег, она, наверное, определяющая. Даже если он говорил совсем о другом, и казалось, что ты его в чем-то убеждаешь, и ты уже это придумал, ему это рассказываешь. На самом деле, получалось так, что вот в этом разговоре с ним он тебя наталкивал на эти мысли, и в конце было непонятно вообще, кто чего придумал. Вот, и я уже прошел к поводу, что если где-то там рядом был Илья, то всегда надо считать, что это Илья придумал. Так на самом деле и было. Прекраснейшая совершенно вещь, которая характерна для науки и очень была характерна для Илюши. Он бешено радовался любому успеху, придумке коллег, которые там, неважно, из его слов выросли, из каких-то там, не знаю, на совещании же такая история, там, что-то вспыхнуло в воздухе, и потом никто не помнит, на самом деле, в чьих словах все это начиналось. Илюша потрясающе умел радоваться успехам других, которые просто делали интернет лучше, нашу жизнь лучше, Яндекс лучше. Не знаю, наверное, это можно назвать такой очень хорошей щедростью. У него не было проблемы признать, что кто-то молодец. То есть он про себя, я думаю, он много чего придумал, и вполне законно мог у себя считать, что он молодец. Но ему, как бы, совершенно, ему наоборот было приятно, что вокруг много молодцов. Вообще, человека нельзя судить по худшим моментам. Человеке надо судить по его лучшим достижениям. Точно так же, как, ну, не знаю, вот в спорте, например, не знаю, в бильярде или там, в теннисе. Вот вы это не то, как вы мажете, а то, как вы попадаете. Вот это вы и есть. Как-то вот такая пресуппозиция, что каждый сам по себе достаточно хорош, каждый знает, чего ему на самом деле надо, чего ему хочется. Его главная задача Ильи в этом месте не мешать, поддерживать, но не пытаться оценивать. Он не пытался приспособить людей к своей вот мозаике. То есть, это вот скорее давать другим возможность поиграть в том же интересном месте, где он сам вот там резвится и ему хорошо. Говорят, что свойства интеллигентного человека есть самая ирония. Самая ирония в Илье, как, безусловно, интеллигентном человеке была в большом количестве. Это все не очень серьезное отношение к себе, но вместе с тем, с какой-то глубинной мудростью, что ли, оно сквозило и в рабочих отношениях. В ходе рабочих встреч тоже, по сути, можно было наблюдать небольшие спектакли. И любая встреча с Ильей, она имела некоторый такой театральный характер. Он мог совершенно, ну как, само собой разумеющееся, ни с того ни с сего начать кричать, размахивать руками. И, например, для того, чтобы убедить кого-нибудь что-нибудь сделать из коллег, встать на колени, вернее сказать, хочешь, я встану на колени. Дальше, ну, человек, который уже знал, что этот трюк, это не просто слова, что он сейчас правда встанет. Он говорил, спасибо, ты уже вставал, я тебе верю и так. А тот, кто не знал, думал, что это просто риторическая фраза, ну, как бы давал Илье возможность сыграть. То есть встать на колени и продемонстрировать, ну, физически, насколько сильно он просит своего коллегу о чем-то. Чтобы понять его, надо было, ну, как-то надо было его знать. То есть если просто слушать то, что он говорит, то можно было свихнуться. И на самом деле я даже, если случайно попадал на какую-нибудь такую встречу новичок, то я потом еще долго ему объяснял, что мне надо воспринимать все буквально. Вот, ну, потому что Илья говорил с невероятными гиперболами, конечно, преувеличивая все, абстрагируясь, насколько это возможно. И он никогда не... он знал, что люди вокруг него его воспринимают не буквально, и поэтому себе позволял просто улетать в космос. И очень было круто, всегда, каждый раз. Поэтому ощущение, что вот вы все вместе делаете какой-то новый интересный проект, оно будет в Яндексе, пожалуй, не меньше, чем если бы вы были полностью своей компанией. В смысле внутренней организации, дисциплины, каких-то правил, иерархии. Очень много общего со стартапами. То есть вы, по сути, в таком стартапе, в котором еще 200 стартапов рядом с вами поделились с вами всеми своими наработками. Вот примерно такая модель. Конференция была нон-конференс. Ну, типа, все приходят, там какая-то робототехника, кто чем занимается, кто из деревьев прыгает. И Илья взял с собой мячики, пошел всех учить жонглировать. И тут подходит к Сигаловичу Тима Райля и говорит, «Здрасте, меня зовут Тим, научите меня, пожалуйста, жонглировать». И, значит, эти два гения современности начинают там как-то жонглировать, чего-то я стою фотографирую. Пожонглировали. Илья отходит в сторону и говорит, «Слушай, фотки получились, да?» Я говорю, «Получились». «А ты не могла бы мне прислать?» Я говорю, «Могла бы». «Слушай, а я так стесняюсь их выложить в Фейсбук, а ты не могла бы выложить в Фейсбук и меня там потэгать?» Я говорю, «Давай выложу в Фейсбук, тебя там потэгаю». Я как раз вспомнил, у нас была прекрасная дискуссия с Илюшей. Он не хотел идти на какую-то конференцию, которую мы там считали, что очень нужно ему посетить, причем с докладом. И его вопрос был в итоге там довольно такой темпераментной переписки. Кстати, темперамент с Илюшей. «Ну что же я, жонглировать что ли там на сцене буду? Мне же нечего сказать». Я говорю, «Илюш, прости, но вот выйди и прямо начни жонглировать только словесно всевозможными петабайтами, с которыми мы умеем обращаться за микросекунды». «О, сказал Илюша, жонглировать петабайтами – это, кажется, то, с чего можно начать». Я не помню, что он там в итоге придумал в качестве подхода. Но да, жонглирование, вообще умение удерживать в воздухе одновременно несколько предметов – это очень по-илюшному, потому что точно так же он умел удерживать в голове одновременно несколько совершенно разных тем. То есть, когда я думаю про Илюшу, поскольку я не программист и не математик, я в первую очередь вспоминаю не то, как он какие-то идеи продвигал, а вспоминаю, как Илюша хороводил игры. У нас была прекрасная игра, которую, когда Яндекс был маленький, мы еще сидели на Бавилово, у нас была кухня для всех тусовок, и на Новый год мы все более-менее вот в этой кухне вокруг собирались. Ну, совсем в кухню не помещались, там был еще такой кусок выхода из кухни. И Илюша тогда первый раз, вот я видела, как он играл в игру, ну, может, она как-то называется, но у меня она называется «Бободи-боб-боб-боб», потому что это так людей ставят в круг, и дальше, значит, ну, там усложняется набор действий, которые надо делать. Ну, один ведущий, и, значит, остальных, соответственно, вызывает, ну, как бы тыкать в него пальцем и говорит, ну, некоторое слово, и тот должен подействовать, соответственно, тогда не он, а они все втроем, то есть два человека рядом, и он один должны это сделать. И это просто, то есть, ну, поскольку ребята в Яндексе были и есть молодые, собственно, то просто такое количество счастья я давно не видела, которое люди получали. Ну, у нас там разница лет 15, но было понятно, что он-то как раз вот такой кул и молодой, а я старпер, рядом с ним сижу, не понимаю, что это, там, хипстеры, не хипстеры, вот. И, ну, или там он как-то переходит из отпуска, возвращается, говорит, я все понял, что горные лыжи – это для стариков и пенсионеров, он открыл для себя сноуборд. Мы стояли с Гришей в окно перед офисом и собирались куда-то ехать на мотоциклах. Пришел Илюша, увидел нас, бежал, говорит, слушайте, а вы давно на мотоциклах катаетесь? Ну, Гриша подольше, я поменьше. Круто, всегда хотел научиться, а долго-долго кататься-то надо, именно сам процесс обучения долго, много времени занимает, сейчас же сезон. Хочу успеть. Я говорю, ну, вообще, слушай, в течение месяца, наверное, ты и на права сдашь, и научишься кататься. И Илюша был очень восторжен на эту тему. Говорит, надо обязательно идти и дочек к собой позвать, будем вместе кататься где-нибудь. Илья проходил по коридору, он там спросил, куда вы едете, узнал, что вы спрыгаете с парашютом, говорит, а давайте я с вами поеду. И просто вот так вот, без какого-то там порога, там, просто взял, поехал с нами прыгать с парашютом. Там получилось, что была дождливая погода, прыжков с парашютом не было, но мы там стояли самолеты Як-52, и мы просто договорились с летчиками. И вот, там, я помню его, там, горящие глаза, что он собирался собрать всех живающих, организовать обучение, там, полетом на самолете. Как-то пришел в офис такой вот в черной водолазке, в джинсах, в белых кроссовках. Ну, Илюш вообще очень, на самом деле, внимательно относился и к внешнему виду тоже. У него такой был такой подчеркнутый casual стиль, такой очень молодежный, вот такой интеллигентский, там, какие-то клетчатые рубашки, вот такое. Ну, на самом деле, все кеды, там, что-нибудь, все очень, на самом деле, как бы простое, стильное. Ну, это, конечно, ему была не свойственная история, он ходил по офису, ну, вот, я не знаю, как много, пришел ко мне и говорит, а что, вы не видите, что ли, что я пришел в костюме Джобса? Говорю, ну, в смысле, видим, это было как раз, ну, через какое-то время после смерти Джобса, где-то, либо октябрь, может, начало ноября, скорее всего, октябрь, потому что, вот. И, ну, как бы в этом было, я точно сейчас уже не могу сказать, в этом была какая-то, ну, и чуть-чуть ирония, уже перед тем, может быть, это по отношению к тому вот культу, который стал расти. Ну, и вместе с тем было такое вполне искреннее, ну, такой жест, выражение, как бы, почтение, уважение вот к Джобсу. Очень эмоциональное отношение к Джобсу в долине. Я не настолько хорошо его знаю, это люди, которые его знают, поэтому мне трудно, но я чувствую, это передается, да, то есть я сам не знаю человека, но через те волны эмоциональные, которые, через то отношение, которое люди распространяют вокруг себя, это очень сильно ощущается. Второй выпускной Шадо, мы проводили его в Седьмом Неме, и в тот день был экономический форум в Питере, а мы всегда звали на выпускной Шадо Аркадий и Илью. Хотелось бы, чтобы оба выступили. Ну, и так, первый выпускной так и случилось. Второй выпускной, экономический форум в Питере, Аркадий в Питере, и мы договариваемся, что он приедет на Сапсане дневном, сбежит оттуда, приедет на дневном Сапсане. Аркадий сказал, что поедет на метро, чтобы уж точно зависеть от пробок, то есть мы обо всем это договорились, но все равно боялись, что он как-то задержится. И он не успевал на начало выпускного, а обычно все-таки с него мы начинали, ну, так вот традиция была. И мы решили, что мы сначала выпустим Илью Борисовича, потом Илюшу, и дальше Илюша должен, пока Аркадий не придет, что-то рассказывать. В общем, в результате Илюша рассказывал полчаса. Аркадий стоял в дверях и скучал, потому что уже давно доехал. И мы совсем не были с ним знакомы, и вначале даже как-то резануло. Вот человек там говорит скобки, показывает скобки, говорит, мы здесь подчеркиваем, это выделяем, здесь берем в теги, это в кавычках. Вот, думаю, ну что такое, ну как бы, ну уж слишком переигрывает. А потом, ну как бы я это прокручивал, этого, конечно, было больше. Здесь там в Яндексе, не знаю, что появились доски, всегда можно было взять в руку маркер. Но неважно, у него был маркер, не было. Вот это вот как бы тактильное ощущение от продукта, от того, что должно было получиться, мне кажется, очень сильное было. И, ну, это просто такое выражение, он вот так это, я сейчас не то, что играю в Илюшу, но просто он так это показывал, он все это показывал, он это уже там видел и держал, и пытался это передать. С другой стороны, у меня всегда был стимул, не так, у меня всегда было самоощущение, ну не то, что большой уверенности в своей силе, но у меня были какие-то моменты, в которых я почувствовал, что я вполне себя осуществил и доказал свои способности. Ну, не знаю, я занял второе место на все, на лимпиаде математики, там еще какие-то первые места были в Украинской олимпиаде, в Москве студенческой олимпиаде. То есть у меня было внутреннее ощущение равенства с самыми, ну что ли, образованными людьми, но при этом ощущение недообразованности. Вот такое вот у меня все время было внутреннее осознание себя и как-то мира вокруг себя. Когда человек профессионал, когда вот он серьезно сосредоточен на том, вот что он делает, и на том, что в том, что он делает, реально понимать максимум, там, хорошо разбираться, он это уважает и в других людях. Это, наверное, было вот очень заметно, когда я стала заниматься Яндекс.Деньгами, поскольку Яндекс.Деньги – это совсем другой бизнес, он очень сильно отличается от основного бизнеса Яндекса, а при этом снаружи это выглядит как обычный веб-сервис. В этом смысле Илья был, наверное, одним из немногих людей, который это, правда, понимал. И буквально после первых таких же вот нескольких разговоров он понял, что это другая тема, что это другая тема, в которой он не очень разбирается, а я явно разбираюсь лучше. И, в общем, на самом деле перестал на эту тему прессовать. Больше того, там дальше стало, в некотором смысле, еще лучше, потому что, видимо, ему стало как-то интересно, по крайней мере, часть этих вопросов понять. И он на них разобрался, не поленился, и вот разобрался. Вот там платежи, карты, что-то еще. И уже дальше, иногда, когда мы там встречались в более-менее расширенном кругу с коллегами по Яндексу, там, ну что-то обсуждать про Яндекс.Деньги, уже Илья выступал как на нашей стороне, и объяснил, вы не понимаете, это совершенно другая вещь. Вот здесь вот так не работает, а вот это устроено вот так. Вы пытаетесь их заставить делать то, что делать нельзя. Вы просто этого не понимаете, это другая жизнь. Очень хорошо помню, как в начале 2000-х, когда мы стали получать зарплату на карточки, у нас поставили банкомат, но карточка тогда была такое дело, странное, неизвестное. Шесто народу, естественно, в день зарплаты шло, наличные снимало, что такое кредитная карточка, все вообще представляли себе плохо. И у нас как-то в кухне, в той же кухне была дискуссия, а Илюша, значит, был уже опытный человек, он ездил в Америку, понимал, как это работает. Илюша объяснял, как работает кредитка. Для этого он сначала в одном месте кухни говорил так, я банкомат, вот ты приходишь, я, ну я не могу изобразить, как Илюша, я получаю эту карточку. Тут идут данные, он бежал в другой угол кухни, тут я банк, я принимаю, обрабатываю. Это была потрясающая картина, то есть, естественно, все, кто проходил мимо, все бросили работать, и, во-первых, поняли, как работает кредитка, так это просто было потрясающее зрение. Мы сидели и ждали, когда приедет наш коллега. А коллега должен был приехать тоже поздно, примерно тем же рейсом, и тоже заблудился, конечно же. И мы, значит, сидим, ждем, там какой-то этот кибуц, домики какие-то стоят, эти гамаки, сеточки, уже всем спать хочется. Я говорю, ну давай, что ли, уже все, разговоры всяк, но незнакомый человек, говорю, ну давай, что ли, стихи почитаем, я не знаю. Все, конечно, знали, что я всегда очень специалист по стихам, а я-то не знала. И он говорит, стихи говоришь? Ну давай. Я думаю, где-то подвох. Но я еще вспомнила там со школы, прочитала Маяковского, прочитала Блока, прочитала Ахматова, прочитала, а его как понесло. Причем он все требовал угадать. Он много знал наизусть, читал и спрашивал мнение, и вот как еще там мои друзья, коллеги тоже мне напомнили, было как лакусная бумажка. Он смотрел какую-нибудь цитату, стихотворный, стихотворный, вот есть реакции, нету. Если есть, он очень-очень радовался, что вот есть такой код, и есть отзыв, есть свои, вот про стихи, ну тоже рассказывали, и не просто читал, а часто, ну вот, прямо спрашивал, интересно было, ну вот как тебе, вот говорят, вот я нового, ну так для себя открыл поэта, вот учу, вот смотрите, сейчас прочитаю. Меня он учил играть на козу. Козу это такая дудка, в которой нужно говорить, прям говорить бу-бу-бу-бу-бу, а она видоизменяет голос так, что получается, некоторые такие своеобразные, очень этнические звуки, такие, вызывающие ощущение такое про горы, про раздолье какое-то, про стада. Собственно, это он нас готовил, когда мы должны были, мы поехали тоже в какой-то детский дом, и должны были там детей развлечь быстренько, вот он как раз учил детей разжонглировать, а все, кто ничего не умел, типа меня всем раздал козу, и козу очень хорошо, как-то, очень хорошо пошли, потому что дети с большим удовольствием сами пытались на нем играть, и слушали, как в лесу возилась елочка, у нас с ним было довольно экзотическое пересечение по интересам, потому что я люблю музыку фламенко. Мало кто вокруг, кстати, ее любит и знает, а Сигалович любил и знал, у него был специфический, весьма португальский извод этого дела, вот, там дисками обменивались, но Авилову еще дело было. Резко не стало что точно это такого внутреннего давления, потому что Илья, он как раз создавал такое внутреннее давление. Поясню, что я имею в виду, ну, этими бесконечным потоком идей, не всегда связанных, как я говорил, между собой, не всегда структурированных, масштабных и маленьких, он заставлял как-то людей думать. Илья пишет еще одно письмо про то, вот как, хорошо бы нам еще этот космолет построить и этот космолет построить, у нас тут, блин, проблему, а он про космолеты, мы в этом месте не успеваем, что ли. Вот. Это вообще такая штука, которая с организованной жизнью не очень совместима. Это было, наверное, духом Яндекса, вот, та самая свобода и безнаказанность. Но это не масштабируется. Я не знаю, как у него был, откуда у него столько времени было, но он знал про все. Все, что вот в интернете появляется, не появляется, он знал про это все. И такого кругозора, пожалуй, ну, не знаю, я пока не вижу таких людей, которые с таким кругозором. И вот идей ярких, неожиданных, спорных, но идей его, Илье, не хватает. Вообще, как это так произошло, что это как бы обычная, обычная жизнь случилась, случилась учебником. Ты просто там живешь, на работу ходишь, потом смотри. Вот это основной, что ли, наказ. Нанимайте людей, ищите людей, которые могут сделать что-то, что вы не можете. Это самое лучшее, что это может быть. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok